А тем временем в сентябре этого года в Якутске впервые будет создан детский технопарк Кванториум. Школьникам предлагается разработать проекты в таких направлениях, как высокие технологии нейро-робо-энерджи направления. Более подробно об этом нам сегодня расскажет Светлана Дечковская, руководитель детского технопарка Кванториум, и воспитанники Кванториума Аял Николаев и Арсен Сивцев. Доброе утро. Итак, Светлана, первый вопрос, наверное, к вам. Что такое Кванториум? Значит, детский технопарк Кванториум – это площадка, где дети работают над реальными кейсами в проектном формате, естественно, научной и технической направленности. Инициатива создания Кванториума принадлежит агентству стратегических инициатив и поддержана президентом страны. И в рамках реализации, значит, вот этого вот проекта по созданию и функционированию детского технопарка заключились соглашения Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия и администрации города Якутска. И в рамках этого соглашения, значит, первый детский технопарк будет находиться, значит, на первом этаже детского дворца творчества. Да, это администрация города Якутска выделяет площадку и, значит, выделяет денежную сумму на, значит, ремонт и реконструкцию здания первого этажа – 33 миллиона. Министерство образования и науки, значит, в свою очередь закупает оборудование, высокотехнологическое оборудование на сумму 81 миллиона. Здорово. Когда откроют свои двери? Да, откроют, вот, откроют не в сентябре, а в октябре, да, 17-го, да, 17-го октября будет марафон открытий по всем регионам страны. Ага. И, да. Ну, я знаю, что вот технопарк детский, да, он находится не только в нашем городе, а по России тоже в нескольких городах, то есть мы не первые, да. А вообще, чем занимаются ребята в Кванторе, вот, Арсена Яловна, чем вы занимаетесь? Мы занимаем различные проекты, также осваиваем передовые технологии в области микротроники, электроники и... Ну, вот, различные проекты очень так вот широко ты ответила, а что вот, чем именно, над чем работаете сейчас? Сейчас мы работаем над проектом, который называется «Нефтесобирающий робот». «Нефтесобирающий робот». Да, данный робот собирает нефть с моря, где, соответственно, случилась авария нефтяного танка. Ага, а у нас где море вы найдете с нефтью? Ну, допустим, ну, не обязательно море, может и океан, обычно в Мировом океане добывают. Ну, в любой водоем, может быть, да? Да. А вот вы работаете сами или вот кто-то вам помогает, педагоги? Кто сами работает? Учитель. Учитель. Педагог Дмитрий Дмитриевич. Педагог Дмитрий Дмитриевич. А вот, Светлана, да, вот насчет педагогов, да, кто работает с ребятами, ну, вот один ли Дмитрий Дмитриевич или там несколько? Да, значит, этот проект реализует три учреждения. Это региональный координационный центр, республиканский ресурсный центр «Юные якутяне», малая академия наук, методический центр и дворец детского творчества. И из этих трех учреждений формировали команду педагогов. Они в мае прошли обучение, образовательную сессию в Москве с 12 по 24 мая и по восьми квантумам, которые мы реализуем, у нас 16 педагогов. А вот квантум, да? Что за квантумы? Квантумы – это у нас направления, по которым мы будем работать. Три направления курирует малая академия наук. Это аэро, космо, гео-квантумы. И два направления республиканский ресурсный центр – это виртуальный и дополненный реальный синейро-квантум. И три квантума и хай-тек-цех общего пользования курируют дворец детского творчества. Это робототехника, энерджи и IT. А вот, ребята, а вы какой квантум выбрали? Выбрали робо-квантум. Ага. А почему вот именно этот квантум вы выбрали? Мы любим заниматься робототехникой. То есть до этого наверняка вы занимались, да? Интерес такой был. А вот для чего это вам нужно вообще, да? Ну, чтобы получить знания, навыки и умения. Сейчас вы, я знаю, вы учитесь в восьмом классе, да? Да. Ага. Вот с прежними работами, тоже вот по робототехникам. По робототехнике, может быть, вы принимали участие в каких-то конкурсах? Да. Как успешно? Мы участвовали в соревнованиях в региональных этапах. Региональные, то есть отбор на всероссийские соревнования. Тут и робофест, робоц, в РО. Ну, каждый отбор мы выигрывали в этом году. Ну, тоже надеетесь? Мы, не, в этом году мы выигрывали. Уже выигрывали. В следующем году мы надеемся тоже стать чемпионами. Но в этом году мы выиграли все отборы. Ну, это здорово, да. Светлана, действительно, это очень помогает ребятам, да, в различных конкурсах. Да, в конкурсах. Для поступлений, наверное, да? Да, с системой приоритетов. Есть такой конкурс, с системой приоритетов лифта будущего. Я являюсь победителем в этом конкурсе. Супер, вот с кем я сижу, да, такие умные ребята. А вот, Светлана, как вообще попасть в детский технопарк? Всех ли берут? Да, значит, запись у нас свободная. Запись сейчас мы производим. Можете посмотреть на сайте Министерства образования и науки, на сайтах вот трех учреждений, о которых я говорила. Это юные якутяне, Малая академия наук и Дворца детского творчества. Сейчас записалось уже около более 600 человек, да, школьников из всей республики. Обучение у нас бесплатное. И охват мы в этом году должны выполнить тысячи, тысячи школьников. Ну, то есть еще есть место, да? Ну, да, еще есть место. А как вот будут проходить занятия? Ну, вот некоторые, да, я уже скажу, еще скажу, что некоторые квантумы уже закрываются. Это IT-квантум, виртуальная дополненная реальность, робот, квантум, да, они уже заполнены. И вот занятие идет, там, час, я не знаю, 45 минут. Да, вот расписание мы сейчас составляем, разрабатываем, по три раза в неделю будут детишки заниматься, и, значит, по полтора часа. По полтора? Да, с пятого класса по одиннадцатый класс принимаем детей. Ребята, вам не мешают вот эти вот занятия в вашей учебе? Нет. Наоборот, может помогать. И связать с этим всю свою жизнь, поэтому в свободное время от школы, до школы, после школы. Постоянно этим занимаемся. Да, постоянно. И я думаю, что математика, наверное, вам помогает, да? Да. И физика. И физика, да, действительно. Что ж, огромное спасибо вам за участие в нашей утренней программе. Супер. Я просто думаю, что многие наши телезрители заинтересовались, да, вашим кванториумом. И думаю, что до открытия запишутся к вам.